Что является самым необходимым в духовной жизни? Действительно, тема нашей сегодняшней беседы, дорогие друзья, о самом необходимом. А самое необходимое для верующего человека во все времена, и в наше время не исключение, это в духовной жизни избегать крайностей. Потому что единогласно все святые отцы Церкви говорят, что все крайности от врага нашего спасения. То есть и в молитве, в посте, в творении милостыни, в накладывании на себя каких-то телесных подвигов, во всем необходима рассудительность и избегать крайностей. И учитывая то, что сами мы люди грешные, несовершенные, живем в несовершенном мире и среди множества соблазнов, у нас без конца меняется настроение, подвержены самым разным влияниям. И очень легко человеку современному, и в данном случае мы говорим о христианах, и христианам в том числе, легко впасть в любые крайности. Бывает ревность не по разуму, которая понуждает осуждать ближних, не зная до конца всех обстоятельств, в которых ближний находится. Бывает другая крайность, когда мы готовы ради какой-то симпатии к какому-то конкретному человеку оправдывать любые его поступки, даже если эти поступки противоречат евангельским заповедям. И готовы, допустим, похвалить грешника в лицо, и тем самым дать ему повод еще более утвердиться в греховном его пути. А какому-то человеку, который ведет добродетельную жизнь, ну, допустим, нам лично антипатичен, мы готовы его осудить, и вменять не ни во что, и так далее. То есть избегать крайностей – это, пожалуй, самое необходимое в духовной жизни. Вот почему сегодняшняя наша тема. Конечно, она необъятна, дорогие друзья, и невозможно в рамках выходной передачи, но мы хотя бы в общих чертах начнем беседу на эту тему. И, наверное, чтобы человек не впадал в крайности, ему необходимо духовное руководство. Совершенно верно, Дионисий. Без духовного руководства впасть в крайности очень легко, если человек полагается только на свой разум, на свои знания, на свой опыт. Сейчас, слава Богу, обилие духовных книг, обилие различных видеоматериалов, но даже среди такого моря информации полезной и назидательной все равно без духовного руководства очень легко впасть в крайность и почитать что-то, что, может быть, не совсем тебе полезно. Что-то почитаешь, начнешь фантазировать, и, читая о высоких духовных состояниях святых отцов, человек может в силу неопытности своей подумать, что нечто подобное, и он переживал. И начать накладывать на себя такие же подвиги. Отчего такое обилие видений, откровений, в данном случае слово «видения откровения» в кавычках, употребим среди многих современных, только начинающих христиан? Почему? И почему такое легкое доверие этому? Из-за духовной неопытности, из-за отсутствия духовного руководства. Вот поэтому в начале нашей передачи хотелось бы, дорогие друзья, зачитать вам из произведений преподобного Паисия Святогорца, из третьего тома, который называется «Духовная борьба», что говорит преподобный Паисий Святогорец. Сегодня самое необходимое для людей – это найти духовника, исповедаться ему, доверять ему и советоваться с ним. Если, имея духовника, люди устраивают свою жизнь так, чтобы в ней находилось место и молитве, и чтению духовных книг, если они ходят в храм, причащаются, тогда в этой жизни им нечего бояться. Для того, чтобы душа не сбилась с пути, за ней должен наблюдать духовник. В духовной жизни очень помогает, к примеру, чтение духовных книг. То есть преподобный Паисий, он в русле всех святых отцов, которые были до него, он не отрицает необходимость чтения духовных книг. Но, опять-таки, подчеркиваю, однако, не имея духовного руководителя, человек может истолковывать прочитанное на свой лад. И таким образом может легко впасть в прелесть. И преподобный Паисий приводит пример, подобно тому, как, двигаясь по автодороге в незнакомой местности, человек спрашивает, куда ехать, или смотрит в карту, или, как вот сейчас, навигатор. То есть обязательно надо руководствоваться, двигаться в незнакомом городе или в незнакомом местности, не зная пути, очень опасно, не туда приедешь. И вот он далее говорит, то же самое происходит и в духовной жизни. Верующему необходимо иметь духовника, который помогал бы ему посредством таинства и исповеди, давал бы советы. Обратите внимание, духовник не живет вместо вас в вашу жизнь, а он дает совет. Только так человек может жить духовной жизнью и быть уверенным в том, что находится на верном пути. Спасибо.